Светлана Герасимовна Светлана Герасимовна Доброе решение как взрослые люди Когда он в нас внес Душу и И разум И там уж был И дал нам свободу И это уже выбор человека Где быть на темной стороне или на светлой? Но я думаю В основном да Это наш выбор Но кроме наверное может быть людей которые там душебно больные или еще каким-то образом. А так, да, я думаю, что это наш личный выбор. Я думаю, что это такое испытание, жизнь это испытание. Я все философией занимаюсь, конечно. Но Женя все это испытание нас Всевышний испытывает. Будем мы падать на мелочь, на блестящее что-то, на что-то вкусненькое и платить за это такую высокую цену. Или мы сможем все-таки быть дисциплинированными, сильными и не эгоистичными в том смысле, что не думать только о себе, только о своем близком окружении, ну и так далее. Короче, это старая философия Равинской или священника, или еще кого-то. Вот ты знаешь, за последние два месяца я хочу сказать, что пословица есть русская худо без добра не бывает. За последние два месяца человечество, даже которое весьма люди приблизительно представляли, что такое Ближний Восток, что такое Китай, выучили всю географию. И день начинаем мы с того, что слушаем и смотрим, что там в Израиле. Юр, так что там в Израиле, на твой взгляд? Ну, худо без добра нету. Это хорошая, это мудрая пословица такая. Я не знаю, кому она принадлежит, наверное, просто людям. Многие считают, что если бы не было Холокоста, не было бы Израиля. Многие считают, что если бы не служить, ну, я знаю в своей даже карьере, в своей жизни, я думаю, так у всех было. Я думал, что вот, меня сейчас послали туда служить, или что-то там случилось, и все, это конец моей карьере. А потом, через год, через два, я понимал, что нет, наоборот, то, что случилось тогда, и что я думал, что это, то это как раз дало толчок моей карьере. Это как раз привлекло внимание ко мне. Это как раз что-то еще хорошее из этого вышло. И вот мы видим, что да, и вот эта вот война в Украине ужасная, где гибнут и калечится столько много людей. Но в то же время это сплотило украинцев, и сильные из украинцев, и настоящие украинцы все равно выйдут. Через год, через два, через пять лет мы увидим, что это будет сильная страна, совершенно другого порядка, совершенно других ценностей, а не советская, не совковая, это вот канализация. Поэтому я думаю, что нет, то же самое даже вот у моей семьи, у меня есть член семьи, который, ну, не очень такой, с еврейством не очень так. Ну, евреи, евреи, черные-чернокожие, там, мексиканцы, мексиканцы. Ну, мы все американцы, мы все, ну, рожденные в Америке, все это не трогало этого человека, это все было так удаленно где-то. А сейчас я сказал, вот я пойду в Израиль, что тебе привезти? Он сказал, привези мне звезду Давида, я буду носить. То есть человек осознал, увидев вот это, что происходит в Израиле, что он еврей, и что он теперь хочет это показать. А раньше, знаешь, когда за столом сидели там в праздник и объясняли, что за праздник, или вот сейчас Ханук, и спасибо, что меня поздравили. Это праздник света, праздник чудес, когда чудеса случились, и у евреев Хануким горела, Минора горела семь дней за место одного дня, и дала свет, и спасла народ таким образом. И надеюсь, что вот и у украинского народа тоже сейчас будет такой же праздник света, когда случится чудо, случится что-то такое, что спасет этот народ. И, ну, конечно же, чудо не бывает без. Везет тому, кто везет. Поэтому я надеюсь. В Израиле что происходит ответить на твой вопрос? Но это понятно было, что они разбомбят газу и арестуют, и уничтожат Хамас. Ну, я имею в виду боевиков Хамаса. Следующая стадия у них надо уничтожить тех, кто это спланировал, кто это сделал. Ну, эти находятся, это уже будет работа Масада в Катаре, в Ариаде. Ну, будут их, за ним, их тоже знают в лицо всех. Поэтому им придется спрятаться до конца своей жизни, если у них будет эта жизнь. А потом, конечно же, нужно нам всем будет бороться. Тут уже Масад бессилен, тут же и израильский народ бессилен. Это все мы должны будем смотреть. Кто финансирует эти вещи, кто обучает людей, кто финансирует эти школы, где в учебниках пишут, если в Кубе живет 20 евреев, и ты, мальчик Мухаммед, убил 10, из них сколько осталось евреев живых? И так далее. И это все ООН, это Белый дом, это Москва, это глобалисты, вот эти, которым выгодны цены на нефть, высокие, значит, воины на Ближнем Востоке. И вот с этими нужно уже будет бороться нам все вместе. Это, наверное, самое сложное. А в Израиле, ну что ж, опять же, у меня всегда одно и то же, военные, мы свою работу сделали, вы, политики, дальше что будете делать? У вас план есть, как дальше действовать? Сейчас, что будете делать со всеми этими хамасовцами, которые сдались, которых вы арестовали? Куда вы их денете? Переполните израильские тюрьмы и будете содержать их до конца, это пока еще что-то не случится. Убить, убить вы их не можете, не сможете, это тоже неправильно. куда-то их выслать? Куда их выслать? Куда депортировать? Значит, каков план дальше? Что дальше будет делать? Отстраивать опять газу, опять туда вливать миллиарды, миллиарды и своих денег, и ООНовских денег, и чтобы опять то же самое, все началось по новой, потому что это уже сколько раз может быть. Я думаю, что я надеюсь, что хватит политической воли, что Израиль просто себя полностью отделит от них, полностью. Никаких переходов, ничего, никакой воды, никакого электричества, бесплатно, никакой воды. хотите жить, живите сами, никаких давайте 50 тысяч рабочих, сюда включить, которые шпионили, в принципе, для Хамаса, когда они знали, в кибуце, где от трактора ключи висят, на каком гвозде, чтобы, мол, если они будут у нас работать, если мы сделаем концерт в их честь, то они, вот эти вот крокодилы, значит, будут с нами жить по соседству в мире. Давайте вот все время пытаться их 50 тысяч фермы сделаем там ближе, чтобы к ним, и вот таким образом по чуть-чуть, по чуть-чуть мы их тоже ассимилируем, и мы будем кузенами или братьями. Нет, так не работает. Отделить, пусть это должна быть, хотя это территория Израиля, Газа, это пусть будет теперь арабской проблемой, а не израильской, это ваши братья, это египтяне, пусть что-то по этому поводу делают, а тоже не отделяют себя стенами. Ваш бы израильтяне отдали им эту землю, это израильская земля. Пусть они теперь, я бы на их, ну, я не знаю, как они поступят, но я бы поступил полностью изолировать их от себя, и все, пусть живут так хотят. Пока мировое общество что-то там не изменит, пока эти террористы не перейдут еще куда-то. В Бейруте мы видим, что происходит, там тоже война назревает, с Хазбулой, это то же самое было в Иордании, то же самое было везде. Мы сами, значит, воспитываем этих террористов, выращиваем их, держим их вот в такой изоляции, а потом удивляемся, а потом говорим, ну, это израилька, это проблема Израиля, это израильские проблемы. Почему это израильские проблемы, я не знаю. Да, Юр, вот военная часть проблемы всей, это все-таки получается самая легкая часть, а что там будет, значит, не ты, никто, видимо, пока не знает. Вот Бек пишет, что он родился с репортажами о Палестино-израильских войнах, так и помру, говорит, с такими репортажами. Юр, не хотелось бы и помирать, даже мне не хотелось бы помирать с такими репортажами. Не помирайте. Да, нет, не помирай, это одно, я другое хотела сказать. Живите, живите с такими репортажами, не помирайте. Понятно. То есть, решение конфликта вообще, оно, конечно, должно быть. Юр, вот, как ты оцениваешь визит Путина в УАЭ, вот это, с Катаром, общение, да, это было сделано демонстративно, чтобы Америку унизить? Или это... Он унижает Америку не таким способом, он унижает Америку тем, что вот эти вот санкции из ада помогают его экономике. Вот это унизительно, да, санкции из ада. Не усидит, не усидит в кресле, когда я буду президентом долго. Не то, что не усидел в кресле, он, по-моему, там засед. унижает это то, что вот каждый раз в Америке тоже бегают, в Украине радуются, он умер, он в холодильнике. Знаете, он и запускает это, по-моему, он просто вот развлекается таким образом, видит, смеется над американским президентом, у нас пару дней тому назад у нас делают... этим он унижает. Ну, показания-то все президенты приезжают куда-то или в главы государств, чтобы показать, что-то, чтобы показать. А то, что он приезжает в Катар, в Риад, в Иран, в Венезуэлу, в Северную Корею, это показывает, кто твои друзья, кто твои союзники. Да, это он показывает, что это вот одна из таких стран, одна из этих формирований террористических, с которым мы все должны жить. Унизить Америку невозможно. Вообще, я считаю, что никакую страну и никакого человека унизить невозможно. Он может унизить только самого себя. И когда ты пытаешься унизить кого-то, ты по большому счету унижаешь себя. А никого другого дают... Мне недавно кто-то написал, где-то это правда, что вы формация? Вот это... Потому что это использовалось как унизительное, какая-то вещь. Сын дантиста, еврей, трампист. Когда люди пытаются такое делать унизить, на человеческом уровне. Они унижают себя, они унижают меня. Я прекрасно знаю, кто я и что я. Поэтому, когда обычно уже сегодня, в сегодняшнем мире, я думаю, что это показано, что люди, которые антисемиты, они неумные, они тупые. И когда страну настраивают на антисемитский лад, эта страна разваливается. Вот такая традиция мировая. У египтян она началась, или у филистин, я даже точно не знаю. По-моему, у египтян с Моисеем. И с тех пор, когда исход евреев из страны, эта страна разваливается. Будь то Испания, будь то Германия, будь то Советский Союз. Вот поэтому у кого вы унижаете, когда вы кого-то выгоняете, или кого-то пытаетесь унизить или оскорбить, потом сами оказываетесь у разбитого корыта. Такая сказка даже есть про это. Унижало, унижало старика. И все. Юра, вот это, как говорится, направление разговора понятно. Я его полностью разделяю, но я хотела другое спросить. Вот арабы, у них же изощренное, как говорится, строение ума и возвысить врага, своего врага, это значит унизить врага. То есть они своим отношением к Путину показали, так успешно держатся. Ну, я, честно сказать, не говорю, это не очень-то арабская такая культура. Я думаю, это, наверное, арабская культура такая, когда люди, если ты с ними жесткий, и ты с ними, и ты их периодически каждую среду во второй половине дня хлистаешь публично, то они тебя уважают. А если ты пытаешься с ними концерты строить, пустить, работали мы вместе, клубнику собирали, апельсины вместе собирали, потом поделимся пополам, они думают, что ты полудурок. И у израильтян, у нас случились, что там добивать раненого нельзя, это нарушение прав человека, нарушение правил войны, хотя террористы не попадают под эти правила Женевской конвенции, но все равно мы считаем, что это не надо, что если там раненый враг лежит, то наш медик должен оттуда ползти, рискуя своей жизнью, забинтовать его, залечить его, оставить его, дать знать той стране, что вы можете его забирать или притащить на нашу сторону и продолжать лечить, они на это смотрят как на слабость, что мы слабые, что вот нас Бог, Аллах, или Иисус, кто нас направил для того, чтобы мы слабые, мы понимаем, что мы неправильные, мы неверные, а если ты раненому подойдешь и еще запустишь ему две в грудь, одну в бошку, он видишь, он сильный, он не чванкается, тут с ним это уважение, это рабский менталитет, это рабский менталитет. Вот Путина боятся, вот это хорошо. Вот если ты возьмешь русский, там Россия, они что всегда говорят, вот Советский Союз нас же боялись, не уважали, а боялись, зато когда был Советский Союз нас все боялись, вот это они считают, они не говорят, что уважение было, они говорят, что боялись нас, то есть для них уважать и бояться это примерно синоник, а на западе это совершенно две оппозитивные вещи. Что бояться, это тогда, если кто-то тебя боится, они тебя не уважают. И бояться, это слабость. Вот смотри, да, два года почти идет война. С одной стороны могучая НАТО, с другой стороны Россия, где полтора процента мировой валовый продукт. И вот экс-глава МВД Анатолий Куликов заявляет, что нам еще нужны Николаевская область, Одесская область, то есть настроены воевать. А американцы, ваш Белый дом, говорят, что вот в 2024 году нужно как-то добиться, чтобы Россия пошла на переговоры и чтобы они были достаточно выгодны Украине. Вот такая расстановка, Юрий. Пусть он объяснит, как он хочет этого добиться, и как это может быть выгодно Украине. Это то же самое, эти же люди в Белом доме, почему у Натаньяку было такие плохие отношения с Обамой. Потому что они говорили, что надо договариваться с Хамасом, с Узбулой, надо договариваться с Сирией, вам надо израильтянам договариваться, договариваться с ним, идти на компромисс. А компромисс какой? Уничтожение Израиля. Вот идите на этот компромисс. Потому что арабы говорят, мы-то хотим сесть за стол переговоров. Мы хотим закончить это все. А израильтянам не хотят, они не хотят идти на компромисс. И вот Белый дом говорит, но они же хотят идти садиться, они говорят, а вы спросите, какой компромисс? А компромисс от from the river to the sea, Palestine will be free. То есть, Израиля не должно быть, евреи должны уехать оттуда, откуда они приехали. Иудея, и Самария, иудея, иудея. Евреи оттуда должны уехать, куда-то откуда они приехали. И само название, Библия написана у вас. А в Bethlehem, в Bethlehem, как русский помнит, сейчас отменили Рождество Христова, потому что война и все такое. То есть, говорят, вот в Bethlehem, в Bethlehem родился Иисус Христос. Биллиарды людей в это верят. И это, наверное, правда, он там родился. Но он же евреем был или кем? Или он был татарин? Или он был палестинец? Или он был араб? И Святая Мария, они кто были? Они были евреи, он там родился. А они говорят, что евреев там не было. Эти же люди, которые говорят, что он там родился и миллиарды долларов тратят, чтобы поехать туда, отпраздновать его день рождения, Рождество. Большинство из них говорят, что там евреев и в помине не было никогда. Но вот эту логику, ты с этой логикой, как ты с ней можешь бороться? Это очень сложно. У нас пару дней тому назад, у нас делают, знаешь, елку на Рождество Христово, в Белом доме елки. Это самая большая елка, ну, как в Кремлевской, наверное, самая большая елка в стране, может, даже в мире. И там елочка, зажгись, там дети, подарки, там очень радостно, все освещается, все крутится, все верится, очень праздничное настроение в Вашингтоне. Два дня назад елка упала на Белый дом, грохнулась, да. Но у нас говорят, какой президент, такая елка, такой Крисмас, рождественская елка, та же падает. Да. Сейчас ее краном подняли обратно, но грохнулась елочка. Вот тут... Плохая примета, думаю. Вот тут в чате такой Виталий пишет, что Швец таки оказался прав. Как только придут трамписты в Сенат, большинством, сразу начнутся проблемы с помощью Украины. Если Трамп против помощи Украины, то чего было ожидать? А что, трамписты уже пришли, да? Или сейчас все-таки команда Байдена у власти? Я ж тут не совсем так. Нет, у власти команда Байдена. И трамписты или республиканцы, наверное, он подразумевает республиканцев и трампистов. В Сенате большинство демократов. В Нижней Палате в Конгрессе, да, там немного больше республиканцев. Но Сенат, который отклонил вот сейчас закон о помощи Украине, Израилю, и так далее, это Сенат. В Сенате большинство демократов. Поэтому то, что ему вкачали в голову тупую, ну, это очень сложно с этим бороться. У него каша мало, трамписты, в Сенате еще, но это глупость. Дело все в том, что даже против этого проголосовал такой коммунист, как Берни Сандерс. Если вы посмотрите, почему республиканцы хотят, чтобы голосование шло отдельно за Украину, за Израиль, за Палестину, за Тайвань, за сейчас Гаяна будет тоже там, потому что Венесуэла уже начинает с ними войну. Зачем все это скидывать весь один пакет за место того, чтобы по отдельности. Республиканцы говорят, давайте голосовать за каждый пакет по отдельности, в каждом пакете он будет видеть, за что, куда идут деньги и кому. А не весь этот салат. А демократы говорят, нет, вместе. А почему нет-то, Юр? Почему нет? По жизни реально вот это мне на хлеб, это мне на сахар. А потому что мы тогда будем видеть, кто за что голосует. Допустим, в этом пакете, который называется «Помощь Украине», там 100, по-моему, на сегодняшний день 111 или сколько-то там, 170 миллиардов долларов помощи. Эти деньги мы, кстати, занимаем, эти деньги не у нас, не наши. И это нам потом надо будет расплачиваться бондами государственными. И если вникать в него и разбираться, то там где-то 10 миллиардов идет на Украину. Из 111 или 110 миллиардов, 10 миллиардов, то есть меньше 10% в этой помощи для Украины, сколько на военную помощь, тоже непонятно. А потом, если разобраться еще там, чуть-чуть глубже, так 10 миллиардов из этой помощи идет на палестинскую автономию. То есть палестинская автономия получает столько же помощи, сколько и Украина. Если это делить по отдельности, поэтому, если мы разделим это по отдельности, то какой-то конгрессмен проголосовал за помощь Израилю 10 миллиардов. Вот эти ему скажут люди, которые на стороне Палестины, на стороне Хамаса, мусульмане, промытые мозги, как один из писунов. Скажи, подожди, как это ты Израилю проголосовал за 10 миллиардов? Я за тебя больше голосовать не буду. А если он проголосует за 10 миллиардов в Палестине, то я за него голосовать не буду. И все мое окружение голосовать не будет за это. Что это он мои деньги дает Палестине? Еще этих террористов кормить? Поэтому если он конгрессмен допустим в Нью-Йорке, в Калифорнии, у него где-то пополам. То есть за что он не проголосует половину своих избирателей он потеряет. А так когда это все в куче и все это непонятно, он мне скажет подожди, Юра, я голосовал за Израиль. Просто в пакете там были еще эти Палестин. Далее что получилось? Почему проголосовали даже демократы против этого пакета? Потому что Белый дом за несколько часов до голосования только внес предложение этого закона. А там 15 тысяч страниц. Вот можно 15 тысяч или 1500 полторы тысячи страниц. Полторы тысячи страниц прописывания всего этих законов всем этим странам. Описание. Может кто-нибудь за несколько часов до голосования прочитать весь этот документ. Это даже не литературное чтение. Там это надо вникать, это надо разбираться, надо чтобы специалисты в твоем штабе конгрессмена, сенатора это тоже изучали. Это нужно несколько недель, чтобы разобраться, советоваться с ним. А тут за несколько часов до голосования до. Поэтому большинство проголосовало против. Они не знают, за что они голосуют. А когда сейчас начали разбираться по частям, там и Палестина, там и Гаяна, там и Украина, там и Израиль, там все вместе. А потом на что эти деньги тратятся? И у нас республиканские сенаторы, конгрессмены спрашивают, вы вообще план можете дать? Что вы хотите делать? Когда говорят, что это против помощи Украине, а в чем помощь-то? Вы можете объяснить, что просто деньги? У 10 миллиардов это 5 миллиардов будет помощь, а миллиард будет помощь. А вот то, что сейчас прилетел недавно был здесь министр обороны Остана, он целый Хаймарс один привез, еще 100 миллионов долларов. Это помощь, вот у меня сейчас за окном стоит яхта за 100 миллионов долларов, здесь чата, у нас здесь, это что, это помощь? Вы скажите, что такое помощь? А может быть F-16 это будет помощь с последним вооружением? Может быть, если бы эти 31 танк, который год делали, прислали старье, которое тысячами у нас стоит в пустыне, это помощь? Может быть, Лен-Лиз была бы помощью, против которого Белый дом так и не дал, а проголосовали как раз за него трамписты, то, что вы называете трампистами республиканцам? Поэтому, когда говорят о помощи, вы хотите какую помощь? Просто бабки, чтобы вам дали, чтобы дальше их разворовали, как он теперь выясняется, что 70% денег, которые давали помощь, оставалось в Соединенных Штатах Америки, они никуда не уходили. А потом, почему это эти люди, которые убаюкивали нас, успокаивали, что все есть, все решено, заложный все решил, он еще гениальный, все, сейчас начинают все это сваливать на него, сейчас начинают все это сваливать на американцев, не на Белый дом, начинают сваливать на Украину, на их, не Байден же виноват, на трампистов, все продолжается это в Украине, вот эта дезинформация, и начинается панику, и теперь вот эти, которые вас убаюкивали два года, начали паниковать, теперь они вас кидают в панику, что же делать, нас бросили, у нас ничего нет, все, мы в Америке, нет, это вы понимаете, что вас разыграли, раскрутили, сначала, я много-много раз, не знаю, сколько программ, я рассказывал этот метод, когда тебе говорят, все, 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 хорошо, в выборах с Трампом, все, все, хорошо, Трамп все решил, Трамп их поймал, это специально, ничего не делайте, сидите тихо, все хорошо, не надо строить вам военную индустрию, Америка Байдена вас спасет, НАТО вас уже пришло, Путин уже бежит, мы уже в Крыму, он полковник Пеньковский, Светан, полковник Жданов, полковник Арестович, все эти полковники вам рассказывали, как Крым будем брать, как этот фронт левый, фланг правый, авиации, как мы будем этим бомбить, как торпеды будут, заложный там, наверное, сидит, тихонечко курит в углу, потому что он даже не имеет столько инфоэрных, таких знаний глубоких, введения войны, Наполеон, наверное, из могилы по стойке смирно стало и отдает честь воинскую всем этим полковникам, как гениально все они это рассказывали, теперь они паникуют, вы не думаете, что это специально сделано, вот так вот вас выстроить, а теперь кинуть вас в панику, что вас бросили, никто не бросил Украину, никто ничего не, в Белом доме на сегодняшний день, по моим подсчетам, у каждого немножко разные подсчеты, миллиард, сюда миллиард, туда, но я считаю, что еще 4 миллиарда долларов украинских там находятся, которые не отдали, которые украинские деньги, которые Конгресс давным-давно выделил Украине, но Белый дом каким-то образом, Пентагон наш, просчитался, не досчитался, эти бабушки на счетах, что-то там ошиблись на 6 миллиардов, и 4 уже еще осталось, то есть эти деньги мы трогать не можем, это не наши деньги уже, они уже, что называется, отведены для Украины, но президент их почему-то не дает, вот 4 миллиарда лежит, это хватит на полгода того, чего, как и было раньше, вот этой так называемой помощи, а у него еще есть, что называется, presidential drawdown, то есть он может взять еще миллиард, вот в любой момент он может взять миллиарды и дать любой стране, это в его сфере влияния, он тоже не дает, почему же он стоит и запугивает, что все пропало, что Украина уже проиграла, что все, что нужно, если мы не поможем, пока он это выступает, что нужно делать, что и республиканцы это не голосуют, хотя проголосовали, и демократы, никто не понимает, что за помощь, куда помощь, какая помощь, что в нее входит, какие страны там, я не хочу палестинцам давать, столько же, сколько украинцам, я против этого, и почему он не дает, что он панику разводит, пусть он выдаст эти деньги, которые уже украинские, но просто лежат у нас, который конгресс давным-давно, республиканский конгресс, напомню вашему пису, и просто идет война, и в Америке уже война, которую затянули Украину, не с Россией, а с нашим Белым домом и конгрессом, даже не с республиканцами и демократами, и вот Украина, почему-то журналисты, все эти журналюги, все эти, просто рупор наших демократических, там, Washington Post, New York Times, CNN, и вот, когда Байден это все говорит, он говорит, что нужно панику разводить, что нужно помогать, в понедельник, в этот, выходит статья Washington Post, то есть, рупор Белого дома, он говорит одно, что Украину надо спасать, а Washington Post, выставляет с огромнейшей статьей, я даже таких статьей никогда не видел огромной, целая диссертация там, где они пишут, что Украина, в принципе, проиграла войну, там бездарные, генералы, знаем, все огород каменя они кидают, там коррупция, мы сделали столько, Байден сделал все, и даже больше, и пытается помочь, но это все без толку, и, мол, помогать им не надо, если какой-то республиканец читает, или даже демократ читает эту статью, он понимает, что все пропало, что украинцы, вообще-то, трусливые, коррумпированные, и помогать им больше, давайте Палестину спасать, вот что там написано, а Байден выходит, то же самое, сколько раз, я не понимаю украинцев, вы что думали, вот что вы думали, вот когда вам все это рассказывали, эти швецы, вы продолжаете их слушать, этих полковников всех, в кавычках, насколько я понял, ни один из них, правда, и не полковник, вот я сейчас начал там копаться, в некоторых вещах, потому что там угрозы в мою сторону пошли, я понимаю, что это не, что никто из них не полковник, по-настоящему-то, никто ничем никогда не командовал, может быть, там роты когда-нибудь, кто-то из них по ошибке командовал, по-моему, даже этого не было, и вы что думали, что что произойдет, вот Байден сказал, Путин убийца, все начали хлопать, но в то же время, в этом же предложении, говорит, мы подписали договор о ракетах средней и ближней дальности, то есть эти ракеты, которые летят на вас сейчас, на украинцев, но зато он сказал, что он убийца, и потом, а что вы ожидали, Байден, его окружение, его администрация, это все одни и те же люди, это те же люди, это он же предал наших союзников во Вьетнаме, будучи еще совершенно молодым сенатором в 75-м году, это тот же человек, который предал в архивах Буковского, Владимира Буковского, я даже не знаю, кто более авторитетнее может быть, пишет, как он предал и кинул, и моего дядя там, мой дядя был, предал диссидентов советских, потом предали в Бенгазе, кинули моих товарищей, морских котиков, и посла, предали в Афганистане, кинув всех, там еще передав списки, всех, талибану, всех, кто на нас там работал, и бросив всех наших союзников, Борис Джонсон 36 часов не мог дозвониться, понять, что происходит, почему американцы вдруг взяли, все бросили, улетели, потому что мы же туда прилетели из-за них, и украинские еще, спецназовцы спасали там людей, включая американцев, украинцев больше делать нечего, и предал это, и почему вы решили, что он спасет вас, украинцев, что вас он не обманет, эти люди врут, и когда люди врут, и врут, и врут, и много раз, мы тоже об этом говорили, что во время войны надо говорить народу правду, в принципе, надо говорить правду, вот израильтяне говорят своему народу правду, они доверяют им, не надо врать все время народу, потому что это всплывет, а потом вы начнете друг друга винить, и это раскол общества, это раскол государства, и вас подвели в этом, журналисты, вас подвели в этом, вот это окружение президента, президент Зеленский, я не топлю за президента Зеленского, это ваше дело, ездит по всей стране, ему хлопают, аплодируют, в его лица народа Украины, как они воюют, все, что нужно оружие, дайте нам оружие, вам не надо воевать, мы за вас все сделаем, только дайте нам чем это сделать, вы же у нас это забрали, все говорит правильно, а его окружение, и все журналисты говорят, нет, все есть, все нормально, оружие пленлист не нужно, не слушайте этих трампистов, этих евреев, этих чеченцев, кто еще там, это унизительно, как они унизить пытаются, кого-то там, не слушайте это все, это там, парахаботы, хер знает, кого еще они там обзывают, чем, все есть, все идет, нам не выгодно, за это надо платить, за это, все вранье идет, этот швец, закинул, что 1 октября, в Энлис пойдет, все, нету, и нету оружия, оставили голыми, воюте с саперными лопатками, на что командиры украинский говорят, не будем мы это делать, нам надо сохранить армию, нам надо сохранить людей, конечно же, это, кто виноват, теперь они пытаются это повесить все на армию, вот этот писун ваш, это, он к этому же клонит, это, они же воюют не с республиканцами, уже началась возня, и драка внутри страны, кому, кому это все выгодно, уже, значит, евреи виноваты, тоже один полковник у нас, все теперь на Израиль валят, евреи, израильтяне, вот, хотели сдать, хотели себе освободить, что-то по всем каналам украинским, это говорит, так вот, я уже говорил всем же, они же сейчас стали приглашать нас обратно, на все эти каналы, сейчас вдруг мы стали, и я, опять же, я говорю, зачем вы меня приглашаете, вы прекрасно знаете, что я вам скажу на вашем канале, кровь украинских воинов, кровь украинских детей, гражданского населения, на ваших языках, на ваших языках, каждый из вас, должен будет ответить за это, я уверен в этом, что после войны, эти ребята придут, и с вами разберутся, с каждым из вас разберутся, я сам, лично, буду выступать, как свидетель, потому что, из-за вас, из-за ваших ртов, из-за ваших лайков, из-за ваших колокольчиков, из-за ваших донатов, вы взяли и бросили людей на смерть, нам все есть, все, ничего не надо, не слушайте, да вы их, это же трагисты, и вот до сих пор это продолжается, уже кто из вас не понял, что вас кинули, и не американский народ, и не республиканцы. Юр, а как ты назвал чатовца вот этого, не знаю я, он сегодня у тебя, специально под тебя появился, много-много пишет, и вот смотри, что он пишет, у Трампа единственный плюс, что он честный, а слушай, вот честность, не такой ли плюс, который перевесит все остальные, единственный плюс, ну, нет, у него это не единственный плюс, он смог построить империю, бизнеса, он, насколько я понимаю, очень добрый человек, он помогает очень многим ветеранам, он никогда не, он не жадный, насколько я знаю, он не брал зарплату, он единственный президент, который после президентства, не единственный, еще был Джефферсон, который зашел в президентство богатым, а вышел бедным, он тоже объединил за свое президентство на миллиард долларов, то есть он зашел очень богатым человеком в президентство, а вышел намного беднее, намного меньше Патра, и сейчас еще утро, они его пытаются разорить всеми этими судами, судят его за государственные деньги, а защищает он себя за свои деньги, его пытаются разорить, нет, честность не только, я не думаю, что он честный, как там святой, он не может быть, он тоже иногда и ошибался, иногда что-нибудь там придумывал, не было такое, но это в политике иначе невозможно, он понимал, он же сам говорил, почему он знает, что это за болото, потому что он сам из этого болота, он сам был частью вот этого, где надо было подмазывать, где надо было продвигать что-то, где надо было договариваться, и честность, я считаю, что у политика честности, доверие своему народу, это одно из самых главных вещей, когда ты не доверяешь своим людям, своему народу, то ты становишься Лукашенко, Путин, Мадуро, Ким Чен Ун, ты становишься таким, это народ, они существуют для тебя, а не ты для них, поэтому это довольно-таки, я считаю, лучше иметь с честным человеком дело, чем с нечестным, я говорю, он единственный, который, Обама, зашел довольно-таки небогатым человеком, вышел миллиардером, Клинтон, то же самое, Бушес, то же самое, единственный, который потратил деньги на государство, не на личное, а на общее, это он. Да, ну вот слушай, у нас тут появился еще один честный человек, который режет правду матку, это полковник Орестович, да, вот, ну что улыбаешься, нет, но я, он, нет, он всегда резал правду матку, потом эта правда матка оказывалась враньем, потом он резал следующую правду матку. Да, и каждый раз у него поклонников полно. Да, да, ты никуда не денешься, от этого ему наплевать на это, на все, потому что он понимает, что все равно у него, его электорат, его вот эти поклонники, они никуда не денутся, ну, отвисется от него полмиллиона человек. это ничего не значит, самые такие ярые станции с ним. Ну да, он поменял сейчас опять свою, но, свою риторику, и очень хорошо, это очень хорошо, что он сейчас, как бы, увидел, и все это, это все, но, как насчет то, что он говорил до этого, что ленд-лист нам не выгоден, что все идет хорошо, отложите тревожный чемоданчик, люди отложили, поверили, попали в плен, попали в окружение, попали в оккупацию, потому что они не ушли, потому что ничего страшного, все хорошо, успокоил всех. Но в это же время он и Фейген, Марк Фейген, заработали очень много денег, на просмотрах, на лайках, на донатах, много, миллионы заработали, там, допустим, у меня член семьи, который разбирается в Ютубе, разбирается, как это работает, сам довольно-таки известный актер, и говорят, что он говорит, что нет, эти ребята заработали миллионы, там, на этом, на всем. Как насчет теперь, если вы ошибались, это может быть, если вы это делали еще ради чего-то, ради спасения страны, но получилось не так, бывает, бывает. Но как насчет теперь эти миллионы, вот все деньги, Юлия Латынина, которая тоже так переживала за все, из-за полковника Светана раскрутила, как насчет теперь того, что вы возьмете все эти деньги, которые вы заработали с 24 февраля и до сегодняшний день, и переведете раненым воинам, вы же на их крови заработали эти деньги, семьям убитых, семьям, которые пришлось бросить все, потерять все, дома, машины, собачку, огород, все, которые потеряли, или как насчет теперь эти деньги отправить все им. Тогда, тогда я поверю, что вы люди честные, или хотя бы благородные, или хотя бы вы нашли Бога, или еще что-то. А пока что вы продолжаете набирать лайки, колокольчики, и зарабатывать теперь на этот день, потому что сейчас уже развернулся этот авианосец потихонечку. Тихонечку. Поэтому, когда я, я вот не знаю, Алексей Аристоевич, полковник Аристоевич, я каждому из них куплю, теперь пусть вот носят, носят эти шапочки, раз они уже так померят, раз они уже знают точно теперь, что правильно, что неправильно, все, теперь они точно так же уверены во всем этом, теперь они точно уверены во всем этом, что с республиканцами, или к столу будет сказано с тропистами, тоже надо дружить, тоже надо находить общий язык. Более того, Аристоевич, он же рассказал, что оказывается, вот с начала войны, он три раза пытался, чтобы устроить встречу Зеленского с представителями республиканской партии, он сделал все, что мог, а Зеленский, в общем-то, не пошел на этот шаг. Это он делал во время своих передач с этим Юрием... Романенко, Романенко, с Юрием Романенко, это во время этих передач, когда они выливали бедра дерьма на республиканскую партию, на Трампа, на Маска, это во время этого он пытался сделать с ними встречу, я так понимаю. Ну, не знаю, но вот сейчас он говорит, очень пытался, все делал, республиканцы прилетали в Украину, чтобы встретиться, и им отказывали в самый последний момент. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, нет, но я помню, я помню, что встречались с республиканцами, почему? Я помню, что с Линдзи Грэмом встречались, он несколько раз, такой у нас очень главный республиканец, старый такой, сенатор, уважаемый. Я помню, с ним встречались, и были очень теплые встречи. Наверное, это он, это не он, это... Ну, что я тогда хочу сказать? Он, наверное, все-таки, тогда лучший разведчик, чем организатор встреч. Ну, что бывает, и такое, ну, там, у него там 33 выхода за линию огня, 7 боевых орденов, наверное, лучший разведчик, чем организатор, летчик, летчик, психолог. Наверное, значит, у него много профессий, и разведчик, и летчик, и актер, и психолог. Наверное, ему надо этим заниматься, а не организацией встреч политиков. Это должно остаться, считай, это работа дипломатов. Ну, не знаю, у него вот такая программа, он так хорошо знает, Смотри, смотри, я не хочу его обсуждать, это, но это бред. Как он это собирался сделать? Он входил в контакт с республиканцами? Да, я так поняла, да, входил в контакт, они приезжали. Тогда его посадят, тогда его посадят в тюрьму в Америке, потому что он не зарегистрированный, иностранный агент. Не может он лоббировать для Украины на территории Соединенных Штатов Америки, не имея статуса, и лоббировать это, не имея статуса иностранного агента, не зарегистрированного в этом, не отдавая отчеты ФБР. Поэтому, то, что он сделал тогда, это было очень незаконно, это нарушение, грубейшее нарушение нашего закона. Много людей оказалось в тюрьме из-за этого. Когда? Поэтому как он это делал? Пусть он объяснит. Я пытался, я то все делал. Во сне, что ли, он пытался это сделать? Я летал. Я космонавт тоже. Потому что я пытался им быть космонавтом. И что? Ну, это же, это бред. Это рассчитано на полных идиотов. Не мог с ним никакой сенатор и конгрессмен встречаться, чтобы он лоббировал за Украину, будучи не в статусе дипломата или не зарегистрированный иностранного агента. Иначе у нас эти бы арестовичи заплодили бы весь конгресс, сенат, и там бы был цирк, и одни взятки бы направо и налево летали. Поэтому у нас это регулируется. Регулируется. Он пытался ставить, и они прилетали, а в Украине не хотели с ними встретиться. господи, я, честно сказать, пусть пригласил к себе в эфир со мной поговорим об этом, как он пытался. Пусть расскажет механизм своих пытаний. Ну, ты видишь, не хочешь, что ты человека такого правдолюбца ставишь в неудобное положение, Юль. Вот, слушай, Андрей... Неудобно, Алексей Аристоевич, полковник, я ему скажу, неудобно шинель в трусы заправлять. Вот это неудобно. Ну, да. А если ты пытаешься служить своей стране, служить присяге, быть верным присяге, то неудобных положений не может быть. Ты сам выбрал находиться в неудобном положении. Когда ты выбрал быть офицером, когда ты повесил это золото себе на погоны, и тебе народ доверил с этим, и тебе дали управлять жизнями других людей, ты должен быть ответственным человеком. Это не просто красивые наряды. Это огромная ответственность. Это то, что называется ваше высокоблагородие. Должен быть благородным человеком. Он пытался. Попытка не удалась. Пошел он. Да. Вот Андрейка пишет, да, Гарри Табаху огромное спасибо и благодарность, что открывает глаза слепцам. И вопрос, Гарри, зачем он тратит деньги свои, и если в конце концов никто и не оценит его помощь, что движет им? Спасибо огромное. Юр, вот ты эти два года, тратя все свое время и деньги на помощь Украине, чего хочешь? Президентом хочешь стать, депутатом хочешь стать, славы хочешь, чего ты хочешь? Что тебя заставляет вот так делать? Я это делаю для себя в первую очередь. И это то, что я хочу. Я как раз не хотел быть медийным человеком. Я не хотел, но так получилось. И опять же, наверное, я это сделал по своей наивности. Я думал, что я расскажу, как в Америке, я расскажу, как у нас в вооруженных силах, но никого это не интересно, как можно перестроить, потому что я имел честь быть частью команды, которая перестраивала польские вооруженные силы на наш, на НАТО скилл как раз занимались мы переводом F-16 туда, так что я понимал эти вещи, я понимал, что то, что говорят, это неправильно, вводят в заблуждение, они подставляют украинскую армию, украинцам повезло, но бывает такое, что в такие тяжелые времена Бог посылает кого-то тебе, кто может решить проблему, Израиле он послал тогда Мойши Дайана, американцам он тогда послал Пэтна и Айзенхаура, британцам Матгамари, таких примеров очень-очень много, и Советскому Союзу такого, как Рокоссовского послал, которые люди были военные, они понимали, им был талант, они были одарены этим, нам сейчас генерала Патреуса тогда послал Бог, есть такие генералы, генерала Келога, есть такое, что украинцам послали генерала Залужного и его личные войны, которыми он себя окружает, не заставляет его окружать, которыми он сам выбрал, это талантливый человек, его будем изучать в академиях много-много лет, он одаренный этим, и повезло, поэтому я хотел помочь, не знаю, получилось у меня или нет, но и вот меня потом, конечно, засало, но в принципе, по большому счету, я единственного, чего хотел, это я хотел помочь раненым солдатам, израильским раненым солдатам, те, которые дерутся за свою страну, за свою державу, те, которые хотят разделить с нами наши американские ценности, но их соседи им не дают это сделать, и я считал, что так, как я говорю по-русски, так, как я провел очень большое время, работая вместе с постсоветским пространством, и это даже как бы моя специальность была, то, что называется Фейл Форен Ариал Офисер, и я считал, что я могу что-то для этого делать, но в принципе единственное, что я хочу, я хочу быть среди солдат, которым мы смогли, я же не один в этом, мы смогли найти протез, сделать глаз, поговорить с ними, с ПТСР, я сам жертва этого, понимать, что это очень тяжелые заболевания, отражаются не только на самом воине, но и на его семье, на его окружении, на его товарищах по работе, это влияет на все общество, поэтому моя расплата для меня, вот у меня есть товарищ, азовец, тяжело раненый, боленый, мне ничего больше не надо, мне надо с ним сидеть где-нибудь и смеяться, и рассказывать разные истории, и делиться, хотя мы совершенно разные, в том смысле, что он совсем молодой человек, а я уже взрослый человек, но я учусь от него много, я тоже вижу, когда мы с ним говорим о каких-то военных ситуациях, когда мы обсуждаем или философствуем, для меня это тоже лечение, для меня это тоже помощь, и когда я чувствую, что я этим занимаюсь, а вот, конечно, вот это медийное, воевать с этими полковниками, украинскими, советскими, можно сказать, не украинскими, а советскими, этого, конечно, я не совсем хотел, и мне это не очень приятно, вот разбирать Арестовича, разбирать там Светана, копаться в них, пошли, ну, получилось все намного шире и намного публичнее, чем ты даже хотел, Юрий. Да, получилось намного ширше. Ширше и глубже, как говорится. И глубже, да. Вот, слушай, Вук Новик спрашивает, а почему я должен верить Каперангу Табаху, а не полковнику Арестовичу? Ну, вот, ответь Вуку Новику, в конце. Нет, это абсолютно не должен, вообще ничего, никто, никто никому ничего не должен. Просто верить тому, кто вас обманывал, к чему вы верите еще раз. Вы теперь уверены, что он вас не обманывает, а говорит правду. И в следующий раз, когда он обманул опять. Поэтому, конечно же, это зависит от, как сказал Михаил Юсич Веллер, это зависит от вашего интеллектуального развития. Почему я не должен верить в Деда Мороза, если я хочу в него верить? Люди, я верю в Деда Мороза, а Дед Мороз сам в себя, вы знаете, как Дед Мороз лежит у психолога и говорит, я не верю в самого себя. Вот, кажется, человек, верить, не верить, верить, я вам скажу это, не знаю, какого-то вашего писуна там зовут, верить вообще-то надо в Бога и в ударный ядерный шестой флот. Все остальное под вопросом, включая и мы надо проверять. Ошибался ли я? Да, ошибался. Иногда говорил не то, что я хотел сказать, да, я путал, я один раз там НАТО перепутал с Пентагоном, сказал, что это разрабатывается в НАТО, а это разрабатывалось в Пентагоне, как раз вступление Украины в НАТО. Я оговорился. Бывает, кое-что человек оговорится, бывает, такой человек ошибется, бывает, человек, я иногда путаю наших сенаторов Маккарти, Маккартни, Маклафлан, иногда Путнице, Шумера с шифером, иногда у меня вот эта путница может быть в именах. Бывает такое, верить, проверять надо, проверять и думать, как говорит Веллер, отношение к Трампу, это обозначает ваше интеллектуальное развитие, насколько вы можете соображать, не всем людям это дано, не все люди могут бегать быстро, не все люди могут прыгать в баскетбол играть, не все люди могут играть в шахматы, но если ты играешь очень хорошо в шахматы, это не значит, что ты можешь быть космонавтом, или разбираешься межпланетными отношениями, это у каждого есть свой талант, у каждого есть свои слабости, идеальных людей нет, а верить верить надо в Бога. Ну, отношение к Трампу это та же разделительная полоса, как ответ на вопрос чей Крым, это примерно то же самое. Потому что если без основания трампист, еврей, Трамп дурак, Трамп идиот, да, это все здорово, но это не аргумент. Дайте мне аргумент, он работает на Путина, это не аргумент, с чего вы это взяли, кто вам это сказал. И вот ни один журналист это такого вопроса не спросит. Вот допустим, Светан, полковник Светан, теперь я узнал, что он никогда полковником близко не был, но неважно. Он говорит, что есть договор, правда непонятно между кем и кем, у него иногда между Израилем и Ираном, между иногда Америкой и Соединенными Штатами, иногда этот договор между Украиной и еще кем-то. Этот договор у него все меняется с места на место. Договор, что Россия Ирану, А Соединенные Штаты не дают Р-16 Р-16 Украине. Это Израиль так сделал. И ни один журналист не спросит, откуда у вас такая информация? Вот ни у кого нет информации, как это Израиль со всеми так договорился и так может манипулировать и Иран, и Россию, Соединенные Штаты Америки, Украины. А вы единственные, которые знаете, вот откуда ни один журналист этого не спросит. И вот это я не летчик, он летчик. И то я знаю. Израиль что с того, что Иран получит МиГ-35? У Израиля Ф-22 и Ф-35. И сегодня мы видим, какая реклама израильского ПВО идет. Не одна ракетная. Из этой войны самая лучшая реклама израильского ПВО. И никакой МиГ российский против Ф-22 и Ф-35 не устоит. Поэтому зачем такой договор Израилю? И почему Израиль поделился с этим только с полковником Светаном? Больше никто про таких договоров не знает. Не Белый дом не дал МиГи польские. И вот этот антисемитизм и это ни один украинский журналист этого человека не спросит. Откуда вы это знаете? кто вам такую информацию дезинформацию дал, которую мы теперь распространяем повсюду, что Израиль враг? Никто не спросит. И вот в этом конечно же у нас огромная проблема. Это не делает тебе друзей ни в Израиле, ни в Америке. Напомню, что в Америке самая большая поддержка идет от американских христиан, от евангелистов. Поэтому вы настраиваете огромное количество американцев, населения против этих людей, эти антисемит. Это нехорошо им быть. Вы подрываете свою страну. Гибнут люди из-за этого. Вот интересно, откуда он знает. Может быть, если он у тебя будет на программе, ты сможешь его спросить. Нет, не будет он у меня на программе. Жалко. Он ходит на те программы, где ведущие задают правильные для него вопросы. Это надо, Юра, учитывать. Ну что, Юрочка, наш эфир подошел к концу. Хам Исраэль Хай. Ам Исраэль Хай. слава Украине. Героям слава. Конец эфир. Исраэль Хай. Тиэр Продолжение следует...